Приветствую всех зрителей, с вами канал Иерофант Марго Скоробей. Сегодня мы начинаем рубрику Астромастерская, где мы будем говорить об интересных событиях, известных личностях с точки зрения астрологии и астропсихологии. Сегодня тема нашего видео транзит богини Кикаты или черной луны по знаку зодиака рак. В одном из предыдущих видео я рассказывала влияние черной луны, когда она проходила по знаку зодиака близнецы. И как мы помним с вами, это привело к такому небывалому всплеску лжи, клеветы и фейков, которые даже трудно было себе представить и отголоски которого мы все еще наблюдаем. Сейчас перед нами программа Астро ФД, где мы с вами и можем лицезреть черную луну, и она находится в пятом знаке рака. Если мы с вами посмотрим на программу З9, вот здесь тоже мы можем наблюдать с вами лилит, здесь она называется, в знаке зодиака рак. Как удобно, так и смотрим. Итак, 15 апреля нынешнего года черная луна перешла из знака близнецы в знак рака и будет находиться здесь вплоть до Рождества Христова до 8 января 2023 года. Давайте же вспомним, кто такая черная луна или богиня Геката и какие энергии она несет в себе. Мы знаем, что греко-римский пантеон завоевал весь мир и управляет энергетикой на нашей планете. Все мы живем на одной планете под названием Земля, и наша солнечная система входит в состав структуры галактики Млечный Путь. Следовательно, вся система работает как единый организм, поэтому нарушение работы какой-то одной клетки или системы влияет на работу всего организма. Давайте же обратимся к греко-римской мифологии, как описывают богиню Гекату. У Гекаты было три тела, три головы, львиная, собачья кобылья. Стоит луне взойти ночью на небе, как из царства Аида появляется Геката, богиня магии и колдовства, с тремя ликами и держащая пылающие факелы. Мчится она в колеснице, запряженной черными псами, которые именуются сигийскими собаками, и неотступно следует за ней привидение Эмпуса. Вот что пишет о ней Николай Кун в «Михах и легендах древней Греции». Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со слиными ногами. Заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, оно выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущееся тело. Они могут принимать витсу, коров, прекрасных девушек. Причем именно в образе дев они соблазняли мужчин, делили с ними ложи во время сна и сосали из них жизненные соки, пока те не умирали. В Афинах ей посвящали первый и 29 лунный день. В астрологии, астропсихологии мы называем ее черной луной, и здесь мы говорим о ней как эффективной точке, невидимой нашему глазу, но которая вычисляется математически. Черная луна имеет влияние как на каждого отдельного человека, в зависимости от того, где она расположена в его космограмме, а также и на все человечество в целом. Ее проявление, как правило, негативно. Черная луна есть у каждого человека в его космограмме, и знак зодиака, где находится черная луна, является зоной турбулентности. Она искажает или гипертрофирует принцип планеты, на которую указывает или энергетику знака, в котором стоит. Если мы с вами посмотрим сейчас вот здесь, вот эта формула души, черная луна четко указывает у нас на луну. То есть луна это дневной и ночной управитель знака зодиака рак. Черная луна – это концентрация темной энергии, которая скапливается далеко в подсознании, но в определенный момент или состояние всплывает на поверхность. Это искушение, испытание, провокация и обольщение. Черная луна дает панические страхи по теме планеты. Она показывает источник искушения злом, желание сделать на зло. Итак, черная луна в знаке зодиака рак, а это четвертый дом гороскопа. Это дом рода, это дом предков, домашней и семейной жизни, домашнего очага. Это семья, патриотизм, неосознанные наследственные убеждения, душевный мир, эмоциональная безопасность, отношение к родине, включение в национальную историю. Это основа основ, потому что четвертый дом – это ось кардинального креста, ось меридиана, четвертый, десятый дом. Четвертый дом – рак, десятый козирог, первый овен и седьмой весы. И вот, проходя транзитом по знаку зодиака рак или гороскопа, черная луна гипертрофирует все темы этого дома, провоцируя всех на негативные поступки, выводя темы данного дома на поверхность и искажает понятия и ценности. И вот черная луна, как искушение злом, как подсознательный страх, пришла в гости к знаку зодиака рак, пришлась тем, чтобы внести сумятицу по темам данного дома. А именно, на уровне стран складываются предпосылки для формирования на нацистской идеологии, идет усиление псевдопатриотической и шовинистической идеологии, разгул нацизма в отдельных странах. На уровне отдельного человека, либо каждого человека, это вынужденная миграция, бегство из страны, неприятие своих корней Родины, психологические манипуляции, нестабильный эмоциональный фон, ревность. То есть черная луна, она повлияет на каждого человека в отдельности, в той или иной степени. Если мы будем рассматривать гороскоп каждого отдельного человека, то у каждого это будет проявлено по-разному. И если мы посмотрим с вами в глубь истории, проанализируем, то мы можем увидеть, что именно в момент транзита черной луны по знаку Зодиака Рак проходили восстания, национально-освободительные войны и жестокие военные столкновения. Сейчас планетарные аспекты выстроились таким образом, что жители планеты Земля оказались на рубеже смены эпох. И от нашего выбора сейчас зависит очень многое. Учитывая тот факт, что национальные особенности будут рассматриваться через искаженную призму черной луны, влияющую на коллективное осознание человечества, важно при своем выборе руководствоваться общечеловеческими нравственными принципами. Необходимо сделать ставку на морально-нравственный императив, на выбор между добром и злом и стараться жить по совести и библейским заповедям. Потому что знак Рака – это наша душа. И напоминаю, что дневной управитель и ночной этого знака – это луна. А луна – это и есть наша душа. И черная луна вытряхнет за этот период наружу все, что есть в человеке, и покажет нам, какая душа у каждого, покажет ее чистоту. Поэтому, друзья, в совет, настраиваемся на любовь, на смирение, радостное и позитивное восприятие мира, на готовность менять себя. Благодарить Творца высшие силы и мироздания. На этом с вами я прощаюсь. До новых встреч, гармонии внутренней, внешней и благоденствия на все времена. Дорогие друзья!